Прошлый раз мы говорили о современных методах вещества, и на самом деле одной из первых целей, которую ставили перед собой исследователи, когда этим занимались, мы рассматривали возможность получения конденсаторов Базельштейна. Ну, я об этом немножко расскажу, и опять же, не каких-то не будет подробностей, но в смысле теоретических или экспериментальных, это будет очень популярность из того, который рассчитан на подготовленных территориях, то есть вас уже все, в принципе, знают. Вот какие-то современные темы давайте обсуждать. Итак, ну, может быть, начать стоит с таких достаточно общих вещей. Дело в том, что вот эта тема конденсаторов Базельштейна, она как бы отсылает все время к некоторым таким основополагающим положениям, ну, вообще, физики. Вот. И, в частности, вот к явлениям, которые связаны с самыми базовыми представлениями о строении вещества. Вот. Значит, ну, начать можно со следующего. На самом деле, вот, если мы рассмотрим, ну, любую материальную систему, да, то, значит, спрашивается, что с ней произойдет, если мы будем охлаждать ее до как можно более низких температур. Вот. Ну, вот, одной из таких, что ли, популярных систем в теоретической физике является идеальный газ, то есть достаточно разреженное вещество, вещество любой природы, но достаточно разреженное, ну, настолько разреженное, что отдельные там частицы, атомы, молекулы не взаимодействуют друг с другом в силу редкости просто столкновений. Вот. И, значит, вот, если мы будем замедлять, замедлять, замедлять атомы этого газа, что с ним произойдет? Ну, вот, некоторым, ну, что ли, некоторое удивление, там, начале 20-го века вызвал тот факт, что на самом деле перестанут быть справедливыми классические законы, которые описывают движения вот этой системы. Вот. И одним из указаний на это явилось третье начало термодинамики, вот, которое говорит о том, что, ну, энтропия любой, значит, термодинамической системы стремится к некоторой постоянной величине, если мы будем эту систему охлаждать и наблюдать за изменением энтропии в изотермических процессах. – Вот. Значит, вот это третье начало, ну, очевидным образом, оно, как бы, вступает в противоречие с известным уравнением состояния вот этого самого классического идеального газа. То есть уравнение состояния – это что такое? – это, значит, ну, там, внутренняя энергия, ну, экологическая внутренняя энергия, она в пропорциональной температуре. И коэффициент пропорциональности – это как раз вот эта вот теплоемкость при постоянном объеме. Так вот, согласно третьему начало термодинамику, ну, следствие из него, вот эта теплоемкость должна стремиться к нулю. А для идеального газа она равна константе, то есть равна, там, ну, числу степеней свободы пополам, деленному. Вот. Ну, потому что, ну, да, написаем газу постоянную и все. Вот. И, значит, возникает такой вопрос. Ну, как же, как же вот так происходит? Что должно такого особого происходить с веществом, если мы всего лишь замедляем скорость? Нет, ну, вот, правда, физики в 20 веке встретились с тем, что если ускорять очень сильно какое-то вещество, то что-то изменится. Значит, вступят в дело вот эти вот релятивистские законы. Ну, а если замедлять вещество, то что должно измениться? Ну, вот, значит, движение, там, макроскопических тел, оно отписывается законами классической механикой при нулевой скорости, грубо говоря, и при отличной от нуля скорости. Вот. А вот с этими маллетними идеального газа что произойдет? Почему для них, скажем, перестает работать классическая механика? Ну, то есть, очевидное, как и следствие, модель идеального газа, как бы, она дает неверный результат. Вот. Ну, и, значит, ответ на этот вопрос дали, в общем, разные люди. И ответ на этот вопрос получил название кропускулярного углового дурализма. Оказалось, что, значит, микроскопические объекты – это ни в коей мере, ну, они могут быть описаны как такие классические объекты, ну, как, грубо говоря, маленькие такие, там, песчинки какие-то или камешки. Потому что есть такое явление, как кропускулярного углового дурализма. Его выражением является вот это вот соотношение неопределенностей. Вот слева написано, значит, произведение неопределенностей координаты импульса. Значит, не может быть меньше, чем некоторая фундаментальная постоянная величина. Ну, или, можно его прочитать, как наличие у каждого микрообъекта длины волны, длины волны Дебройля. Вот, значит, повторяю, что это, вот это логически, это как бы даже противоречило тем представлениям, которые тогда существовали. Потому что, вот, предыдущие 300 лет физики убедили, что законно-пластической механики, они прекрасно описывают, скажем, движение Земли вокруг Солнца или движение камня, который вы бросите, вот, находясь на поверхности Земли. Вот. Законно прекрасно описывают два эти движения. Если вы посмотрите на, грубо говоря, отношения, ну, масс этих тел или, там, размеров этих тел, ну, размеров, допустим, да, камень на Земля, во сколько раз меньше? Ну, один, там, десять тысяч километров, значит, несколько сантиметров, да, то есть там набегает, ну, скажем, десять порядков, примерно, да, десять порядков набегает. То есть в десять тысяч раз вы уменьшили размер объекта, а законы, законно-пластической механики прекрасно работают. Ну, давайте этот камень делим пополам, 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 и еще, надеюсь, порядков уменьшили, значит, размеры. Что-то изменится. Логически отсюда след, вообще говоря, не следует ниоткуда, что, вот, если логически на это дело смотреть, что что-то изменится, законно какие-то другие появятся. То есть в этом смысле квантовая вот эта вот природа вещества, она противоречит логике. Потому что вот все требования там логичности, простоты, вот, минимальности предположений, да, вот этой и так далее, все говорит о том, что ничего не должно поменяться. Однако опыты показали, что меняется. Вот, ну, и на самом деле вот с этой длиной волны связано некоторое требование уже на температуру. Если мы, опять же, рассмотрим, ну, идеальный газ, ну, теперь уже не как такую механическую систему, а как такую статистическую систему, да, вот, то, ну, там есть определенные, как вы помните, правила, которые позволяют нам, зная, как выглядит руку Мельтониан-системы, вычислять разные ее характеристики, вот там все вычисления, связанные с вычислением там статистической суммы и свободной энергии, они позволяют, значит, вычислять термодинамические характеристики системы. Если мы рассмотрим вот идеальный газ, то вот эта длина волны Дебройля, да, она окажется связанная с такими характеристиками, как масса частиц и ее и температура, на самом деле, вещества. Ну, если мы будем рассматривать как бы средний импульс, средний, вот, отсюда вот появится, ну, при этом усреднение, что ли, появится температура. Ну, и видно, что для более массивных объектов, для более массивных объектов длина волны Дебройля меньше, вот, но и температура, сюда залез, тоже, равняется масса, то есть, чем выше температура, тем меньше волна Дебройля, а значит, чем ниже температура, тем волна Дебройля больше, вот, то есть, при низких температурах вот эти частицы начинают вести себя как квантовые частицы, вот, ну, и отсюда появляется такое условие классичности, которое, ну, я тоже не сомневаюсь, что вам писали в этой статистической механике, вот оно, условие классичности, его можно прочитать, как и мол, с одной стороны у нас стоит, слева у нас стоит вот эта самая волна Дебройля, вот, ну, такая средняя, да, вот, а справа, вот этот корень кубический из обратной плотности, это что такое, ну, как бы можно интерпретировать как среднее расстояние между частицами вещества, вот, среднее расстояние, то есть, получается, что если длина волны Дебройля намного меньше этого среднего расстояния, то мы можем рассматривать объекты как классический объект, да, и, значит, ну, вот, тогда работают эти законы классические механики, но, в противном случае, если у нас при заданной плотности мы начнем понижать, понижать, понижать температуру, да, то вот эта величина Дебройля будет возрастать, ну, там, можно говорить о том, что там волновые пакеты, вот эти вот волны Дебройля начнут перекрываться, и система станет классической, вот, ну, то есть, вот это вот условие классичности, его можно разрешать относительно, там, температуры, относительно плотности, ну, значит, реже это делать относительно массы, ну, в общем, как бы, вот все эти, ну, получается разные неравенства, которые вот отсюда можно вытащить, вот, ну, и, как бы, для того, чтобы какую-то конкретику иметь в виду, давайте посмотрим на эти величины для, опять же, простейших систем, вот, как бы, неплохо представлять себе числа, реальные числа, вот, ну, во-первых, рассмотрим идеальный газ при нормальных условиях, ну, грубо говоря, воздух, который нас окружает, так, что он собой представляет, вот, плотность, ну, если мы посмотрим число молекул или число частиц идеального газа при нормальных условиях в одном кубличном сантиметре, это так называемое число лошмин, да, вот, ну, это что такое, это, как, как это получить, можно опираться на такие фундаментальные константы, как малярный объем, значит, ну, идеального газа, да, вот это, так он называется же, да, и число вагата, вот, если вы одно на другое поедете, вот, получите вот это самое число лошмин, вот, это примерно, видно, 3 на 10 в 19 частиц в одном кублическом сантиметре, вот, ну, если вы теперь обратную величину возьмете, извлечете там корень кублический, то получите, что у нас в воздухе сейчас среднее такое расстояние между частицами газа это примерно 3 нанометра, 3 нанометра, ну, если вы возьмете более плотное вещество, например, воду, воду, и оцените расстояние между молекулами там, там что получится, ну, примерно, значит, в 3 раза, то есть в 10 раз меньше, то есть это будет, будут единицы уже ангстрен, то есть примерно в 10 раз меньше расстояния, ну, так оно и есть, да, воздух менее плотный, чем вода, примерно, там, в 1000 раз, да, а, значит, дальше, дальше, если мы теперь посмотрим на длину волны Дебройля, ну, вот, одним из участников нашего дальнейшего рассказа будет натрий-23, вот, это, в общем, я взял для того, чтобы значение массы поставить, который есть в длине волны Дебройля, вот, то я получил, что вот длина волны Дебройля, это примерно, видите, ну, там, 0,15 нанометра поделить на холин квадратной температуры, то есть там важно какую температуру составлять, ну, если я подставлю 1 градус Кельвина, то это и будет длина волны Дебройля, вот, 0,15 примерно, там, нанометра, да, вот, ну, к этому можно относиться примерно как к такому порядку величины вот этого отдельного, что ли, атома, да, в конце концов, это такая вот оценка порядка величины вот этого объекта, можно даже так говорить, ну, и видно, что если мы, то есть чтобы получить вот это вот величину, которое здесь 3,00 нанометра, да, то мы должны, ну, примерно, значит, в 20 раз увеличить эту величину, да, то есть вот эту длину волны Дебройля в 20 раз примерно увеличить, за счет чему? Ну, за счет понижения температуры, то есть вместо одного Кельвина взять, сколько, чтобы не 20 раз получилось, одну 400, то есть речь идет о долях уже велики, долях велики, вот о таких температурах. Ну, разумеется, разумеется, значит, дело тут не так просто, да, то есть дело в том, что вот эти вот концентрации, концентрации, которые есть у идеального газа при нормальных условиях, они, ну, соответствуют такому обычному веществу, вот, а с обычным веществом, что произойдет, если мы будем его охлаждать до температуры, ну, там, 1 Кельвин, там, 1,1 Кельвин и так далее, вот. На самом деле обязательно произойдет его обычная конденсация, вот, ну, то есть любой газ, значит, станет, там, жидкостью, жидкость, там, дальше твердое тело превратится, но есть известные, там, исключения из этого, вот, и, значит, произойдет это почему? Не потому, что на самом деле между молекулами, ну, так или иначе, вот, даже если это какие-то, там, инертные газы, то, вот, между, значит, атомами инертных газов все равно существует взаимодействие. Пусть там слабенькое, пусть оно вандервальцево, вот, то есть непрямое там притяжение, но, значит, оно есть, и оно приведет к обычной конденсации. Вот это, как бы, то явление, которое лежит на пути Базейнштейновской, ну, как бы, на пути наблюдения вот этой Базейнштейновской конденсации, и это первая и, может быть, такая самая важная причина, по которой вообще вот эта Базейнштейновская конденсация долгое время считалась, ну, теоретически абсолютно правильной концепцией, но экспериментально недостижимой. Вот, то есть, если вы возьмете учебники по статистической физике и термодинамике, ну, до 90-го года включительно, вот, то вы почти в любом увидите вот это утверждение, это писали самые великие люди, там, не знаю, там, шейдингируют термодинамики, это были там, вот, ну, самое интересное. А там идет разговор вот именно такого содержания, что, значит, да, мы бы могли наблюдать Базейнштейновскую конденсацию, если бы охладили достаточно сильное вещество, но этому будет препятствовать обычная конденсация. В этом смысле взаимодействие между отдельными молитвами, вот, оно, значит, его нельзя исключить, да, нельзя исключить. А, значит, эта ситуация, ну, вот, интересно даже, что один из, вот, дальше покажу, там, нобелевский лауреат, который получил за Базейнштейновскую конденсацию, нобелевскую премию, он говорил так, что, ну, вот, мой приятель Стивен Чу, а Стивен Чу, это, опять же, нобелевский кандидат, то есть, нобелевский лауреат, который вот за лазерное охлаждение получил, ну, то есть человек, как бы, сведущий в этой теме, безусловно, да, он в девяностом году говорил, что нет, 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 типа Базейнштейновский конденсат, это такая абстракция, который, ну, как бы, он так говорил со скептицизмом, что, ну, в принципе, да, вот, можно с помощью этой техники достичь там температуры, вот, наверное, нужной плотности, но, как бы, что-то там природа нас как-то еще обманет, что-то еще там появится, что мы не сможем продумать, вот, то есть, вплоть до девяностого года. Так вот, значит, чтобы этой обычной конденсации избежать, надо что делать? Надо, на самом деле, брать меньшую плотность, меньшую плотность. Почему? Потому что, на самом деле, вот эта конденсация, она, ну, как бы, с такой метроскопической точки зрения означает, ну, работу, что ли, трех частичных столкновений. А частота трех частичных столкновений, она пропорциональна квадратной плотности. Частота парных столкновений пропорциональна самой плотности. Вот. Ну, и получается, что, чтобы сделать вот эту частоту тройных столкновений достаточно низкий по сравнению с парами столкновений надо уменьшить вот эти значения плотности порядка 10 19 на кубический сантиметр еще примерно 100 тысяч раз и вот это вот на самом деле есть и реальное значение плотностей при которых ну получают ну что это значит если мы уменьшим 100 тысяч раз 100 тысяч раз мы уменьшим значение плотность да вот здесь еще раз меньше есть 15 то есть у нас тогда вот это вот и на но характерное расстояние между молекулами возрастет корень кубический и 100000 это что примерно 50 примерно 47 вот то есть вот это величина будет когда ну значит порядка 100 нанометров стану то есть длина волны тоже должна быть порядка 100 нанометров но это значит это вот надо сюда перетащить и здесь уже появляется микрокель и вот это вот реальные температуры с которых начинается база конденсация то есть это во первых микрокель раз а во вторых 10 15 и вот характерные плотности вот этих базе конденсации красота это выявление опять же состоит в том что проверяют такие основополагающие принципы современные физических теории один из них значит вот этот вот принцип неразличимости да то есть позвенштейновская конденсация это такой квантово-статистический эффект который ну это конденсация в отсутствие взаимодействия конденсация вот из-за статистики вот принцип неразличимости в чем состоит что ну если вы будете на самом деле рассматривать то есть вы не сможете различить два состояния системы которые отличаются перестановкой частиц друг от друга то есть это значит в квантовой механике это выражается как что а две волновые функции которые различаются перестановкой координат в аргументах как бы волновой функции да перестановка аргументов волновой функции два состояния одинаковые абсолютно но и это надо было согласовать там свое время с классическим описанием да вот и появился фактор неразличимости n факториал то есть на самом деле с точки зрения в макро состоянии любые микросостояния различающиеся перестановкой двух частиц они значит одинаково вообще различающиеся перестановкой частиц вот отсюда возникает в квантовой механики вот эта перестановка аргументов приводит к таким понятиям как основных и фермион то есть если вы два раза эту перестановку совершите для аргументов волновой функции ну то есть поменяете сначала частицу 1 и 2 местами потом снова их поменяете местами то вернетесь к исходной волновой функции значит этот квадрат операторы перестановки он как бы дает вам две возможности для изменения волновой функции при однократном значит квадрат перестановки это единица а значит они квадратные за единицы тогда это что может ну либо плюс единицы либо минус когда у вас волновая функция содержит ну меняется не меняется вообще это бозоны вот и вот этот человек шахен дранат базе всего имени связана статистика но за инштейн потому что инштейн работ как это в базе в частности получил за конденсацию теоретически ну и частицы у которых волновая функция меняет знаки при перестановки координат частиц это фирме вот фирме и дирак так вот так ну дальше есть теорема паули которая говорит что тип статистики полностью определяется их спинам тип статистики частиц полностью определяет вот обычно когда значит об этом пишут в учебниках по статистической механики термодинамики об этом говорят так что ну это результат квантовой электродинамики ну а если вы загляните учебники по квантовой электродинамике вот вы увидите что там на самом деле утверждение из которого это следует оно не такое уж и сложное то есть из ну по правилам значит пантовой механики формируется оператор энергии для этих частиц ну а это такая квадратичная форма да то есть ну надо зажать между новыми функциями зажать оператор и на самом деле то есть для частиц с целым спином и для частиц с полуцелым спином значит получается немного разное выражение требование положительности этой энергии оно вот собственно говоря и дает этот результат что значит ну частицы с целым спином у них полуцелым спином не должна меняться значит при перестановке а для частиц полуцелым спином она меняется то есть приобретает множительные сединицы вот ну и дальше значит получается тогда что мы можем все значит элементарные частицы поделить на бозоны и фермионы если так в целом говорить то значит все частицы которые ну формируют материю это значит кто такие элементарные дептоны это значит адроны все элементарные ну там шесть шесть тех, шесть других то есть эти частицы они значит дают нам то есть все они являются фермионы да ну и об этом если понять некий принцип то об этом невозможно забыть потому что если бы грубо говоря они не были бы фермионами да то стабильную материю бы скорее всего существовало вот далее значит все кванты полей ну это ботон бионы так векторные бозоны которые не открыты еще это все бозоны что касается составных частиц то все определяется их суммарным спином вот и если вы возьмете значит частицы из нечетного числа фермионов да ну то есть это будут частицы материи но значит суммарный спин целый и тогда это будет бозор ну вот одним из участников всего дальнейшего будет натрий двадцать три вот и вообще вот эти как бы бозерель конденсаты были получены для газов из щелочных металлов почему именно из них ну в виде 87 вторую часть натрий 23 почему именно эти на самом деле во-первых потому что они поддаются вот этой хорошо вот этой техники лазерного охлаждения то что в прошлый раз говорили вот то есть там у них как бы структура основного состояния вот это хорошо подходит вот а во-вторых это бозоны значит поэтому у них получается газовичные конденсаты как понять что бозоны натрий 23 это значит что такое 23 это число нублонов правда 23 ну протонов и нейтронов в ядре число нублонов 23 а то что они щелочные означает что количество электронов обязательно нечетное правда то есть щелочные они все стоят в первом периоде и там будет рубидий 87 будет натрий 23 значит у него у них там сколько четное количество электронов заполненных оболочками электронов и плюс один электрончик еще на внешней оболочке обязательно нечетное число электронов 23 плюс нечетное число получается они базовы можно говорить о статистике квазичастиц но это скорее такая ну как бы для теоретических выкладок нужная вещь статистика но немножко вы усложните модель теоретическую модель и вдруг у них статистика не бозоны не фермионы а что-то другое хотя по большей части опять же какие-то правила такие принципиальные есть ну какая-нибудь куперовская пара сверхпроводников это бозон она состоит из электронной дырки но если разбираться то на самом деле оператором этой куперовской пары не бозоны не фермионы ну в каком-то приближении бозонов то есть это уже отдельное дело да ну и можно еще сказать так что есть там теоретики придумали частицы которые не являются ни бозонами не фермионами а являются так называемыми энионами вот энионами то есть это надо рассматривать двумерные системы и вот у таких частиц в двумере у них волновая функция приобретает при перестановке значит вот этих координат частиц в ней да она приобретает произвольный фазовый умножитель а не не плюсы или не соединиться ну то есть произвольную фазу там еф степень еф какую-то да ну за этим стоит какая-то интересная физика но все это чистая теория потому что не частиц но частиц таких неизвестных а вот вроде если бы они были то там было бы много там интересных явлений а значит да ну и вот для фирменов что справедливость в принципе из ответа полной частиц да число заполнения любого состоятельного может быть только 0 и 1 а вот диапазонов в силу вот этой их особенности что волновая функция не меняется при перестановке частиц значит число заполнения любого состояния ну вообще как бы число заполнения любого состояния могут быть любыми вот и вот это ну приводит возможности образование базе значит конденсатор ну а если мы будем как известно охлаждать фермионы то они образуют фермионе да то есть состояние когда у нас последовательно заполняется все энергетические уровни начинаются самые вылечные ну вот значит сама база конденсация в чем заключается при температуре некоторой ниже ниже некоторой определенной температуры в низшем по энергии состоянии в основном состоянии скапливается макроскопическая доля вот этих вот частиц вот эти частицы они образуют базе конденсат в смысле что они не участвуют в теплопорожении то есть более их не видно они образуют такое состояние которое отличается от ну совсем классическое состояние общее макроскопическое квантовое состояние с а а а а так ну несколько я все-таки там приведу базовых формул что ли которые позволяют вот это вот ну как бы напомнить вам призваны как это температура газоконденсации как она появляется в теории вот я все рассматриваю зоны для них вот эти средние числа заполнения даются форму 1 вот ну и если смотреть как бы на устройство этой формулы вот то можно понять следующее что на самом деле химпотенциал базу ну идеального газа азот да рассматривается идеальный да взаимодействующий между собой вот идеальный то есть химпотенциал идеального газа должен вести себя так на рисунке то есть во-первых он должен быть отрицательным обязательным вот почему это так ну вот на самом деле вот эти величины они все обязательно должны быть положить больше нуля а там видите стоит экспонента минус мю там знаменателе а из нее вычитается минус единица то есть если бы вот эти химпотенциалы могут стать положительными получилось бы нехорошо да то есть ну могла бы самая какая-то сингулярность появится то есть экспонента стала бы меньше или равна единице да при некоторых там температурах вот или число стали бы отрицательными да ну видите экспонента минус если ну если был положительным вот это произошло да ну а если показатель экспонента всегда положительный ну то есть химпотенциал отрицательный то значит все хорошо экспонент больше единицы и вот эти числа заполнения они по крайней мере отрицательными не становятся вот но значит опять же можно показать что он этот значит химпотенциал с понижением температуры возрастает это опять же некие простые вот и тогда прийти к идее о том что вот он возрастает и ограничен значением 0 вот ну по крайней мере есть такая возможность что он при какой-то конечной температуре химпотенциал достигнет вот этого нуля вот и тогда у нас появится условие для определения вот этой температуры 0 вот вот то есть мы ищем вот ровно вот это выражение конечно для этого нужно задаться каким-то видом энергии ну для идеального газа собственно говоря один только вариант это кинетическая энергия значит квадратно 2m ну суммировать там непосредственно сложно приходит интегрирование и вот интегрирует ну фактически сумму заменяем интегралом таким по всем возможным и вот получаем вот это вот выражение которое приведено ниже вот вот это вот выражение значит это выражение определяет как раз температуру газоконденсации вот ну правда как бы можно рассматривать такую же ситуацию это как бы свободные бозоны внутри некоторого ящика объема ну такое прямоугольное я а если рассматривать параболическую потенциальную яму вот то выражение немножко меняется но видно что в принципе они какие-то общие вещи есть а значит вот можно увидеть здесь выражение этого справа снова выглядят некоторые характерные величины а именно плотность да дальше можно увидеть что вот как раз h квадрат значит кт на мкт это что такое опять длина волны квадрат длины волны деброиле да и часто как бы вот этот критерий что ли достижение базы конденсатора вот формулируют таким образом что надо вот эту плотность n на v умножить на кут волны деброиле и это точности равно но вот этому числу это примерно 2,60 значение зета функций это примерно 2,60 вот другой критерий для ну как бы в другом виде критерий для появления базы конденсатора вот ну о величинах которые присутствуют мы поговорим о что это за величинах вот значит ну тут вот слова которые я собственно говорю уже сказал что в 90-м году вот эти вот методики лазерного охлаждения получены и началась эра база конденсации ну кстати по поводу база конденсации обсуждались возможности связанные с жидким гелем вот то есть ну почему гелий да потому что это самый легкий у него масса самая ну из этих базов вот вот самая такая маленькая и в этом смысле там длина волны той брови уже большая сразу вот ну а жидкий понятно почему потому что он сначала как бы в жидкость конденсировался вот но при охлаждении там возникает такое явление сверхтекучести и обычно вот при обсуждении базе и шленовских конденсаторов раньше всегда как бы говорили о сверхтекучести жидкого геля опять же как бы сначала ну когда это явление сверхтекучести было открыто поначалу вот и говорили что вот это есть базе шленовская конденсация вот потом сразу великие любви разобрали что да базе шленовская конденсация но никуда не деться взаимодействие между вот и получается тогда если рассмотреть эту систему то явление сверхтекучести это не базе шленовская конденсация в чистом виде но как бы базе шленовский конденсат в виде десяти процентов доли всех томатов он присутствует примерно такая ситуация то есть там гораздо более сложная система ну напрямую это не базе конденсации другое явление которое тоже связано с низкими температурами это явление сверхпроводимости вот там вот эти футеровские пары вроде как образуют базе шленовский конденсат и вот это и есть сверхпроводимость ну тут на самом деле тоже надо разбираться то есть это все как бы такие непрямые что ли примеры базе шленовский конденсат ну а если уж так на то пошло таких примеров как бы теоретически опирающихся на вот этот базе шленовский конденсат есть огромное количество вплоть до того что ну вот базе шленовский конденсат бозона фиксер порождает массу ну как то так то есть таких отсылок очень много но реальное наблюдение первых базе шленовский конденсат началось совершенно других системах а именно в системах связанных с поляризованным водородом вот это как бы было первое направление в котором получали реальные базе шленовский конденсат вот то есть там тоже как бы во-первых это система которая подается охлаждению во-вторых гамма значит при малых концентрациях возможно удерживать ее магнитными ловушками вот но и эти базе шленовские конденсаты были получены где-то 1990 в этом году совершенно другими людьми не теми которые получили нобелевскую премию почему их не оценили их работы так не оценили ну это как бы трудно понять потому что ну это реальные базе шленовский конденсат но видимо сработал еще такой принцип что этот поляризованный водород это какая-то такая экзотика спин поляризованный водород и как-то так видимо сложно с ним работать что ну не знаю комитет решил что ну это где-то лежит совсем в стороне таких приложений реально а атомы щелочных металлов это что-то такое ну хорошо знакомое всем раз во вторых техник которую развили была развита вот на этих щелочных металов она позволяла получать базе шленовский конденсат в течение минут с начала эксперимента вот это тоже конечно очень хорошо то есть это все говорит о том что это может использоваться каких-то реальных уже технических приложений ну как минут то есть вам надо иметь установку которая держит хороший вакуум там месяц как бы откачивать сначала все выжить чтобы ничего не газировал потом месяц раскачивать охлаждать а потом в течение минуты может и ну стоит так значит ну и вот эти вот я не буду повторять вот эти вот все значит да ну два слова скажу значит техника которая позволяет получать базаристовский конденсатор основана лазерного охлаждения но это на самом деле до микрокель работает вот а затем используется техника магнитных ловушек называем то есть вот эти вот очень уже холодные атомы пары вот этих вот человечных металлов вот они помещаются в магнитную ловушку и дальше происходит испарительное охлаждение вот ну то есть за счет как бы вот те самые горячие атомы которые есть вот в этом облаке они значит в какой-то момент выпускается из этой ловушки когда мы потенциальный барьер вот этот магнитный потенциальный барьер резко раз уменьшаем уходят самые активные а вот то что находится на донышке уже оказывается охлажденным до ну там нескольких десятков или ну современных единиц но тогда как бы сотен нано-кельминов и вот это уже реальные как бы температуры при которых получается возле членов конденса то есть чистого лазерного охлаждения для его получения пока не хватает обязательно вот такая техника совместная ну в принципе я как бы рисунок просто показывает что разница да принципиальная схема и реальную установку то есть там очень 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 разные вещи дальше ну само по себе наблюдение атомов вот в этом состоянии Базенштейнновского конденсатора как оно делается ну на самом деле это опять же отдельное дело как это наблюдать ну грубо говоря а что должно произойти с веществом когда оно окажется в состоянии Базенштейнновского конденсатора это ну вот в основном в своем энергетическом состоянии атом отдельный атом это что такое волна доброви да ну если мы представим себе как бы вот такой это прямоугольную потенциальную яму ну то есть это как бы что такое это на самом деле напускается друг на друга да ну скажем тут в местах или там водой ловушки как бы создали разделили на две части а потом друг на друга напустили они начинают как бы интерферировать и вот это вот интерферент наблюдение интерференции это прямое подтверждение что это квантовое состояние вот но вот это результаты а другие результаты очень похожие как бы картинки ну вот то же самое да возрастание плотности но на рубите 87 и на совершенно ну не совершенно а на другом типе вот этих ловушек то есть отличие в этом состоялось объект исследования и другой тип ловушек вот вот эти вот два человека рекору и армию вот значит все аминканцы значит да ну несколько слов еще вот о чем о том что какие это открыло перспективы и куда начали двигаться исследования про бассейнштейн конденсаторы в сторону создания атомных плазеров то есть идея примерно такая что если мы имеем такую такое микроскопическое состояние то давайте его будем излучать и у нас будет объект очень такой своеобразный он как бы интересный фундаментальной точки зрения прежде всего то есть мы будем иметь такую конкурентную волну материи вот это как бы очень сложно представить но как сказать вот все своеобразие этого объекта оно проявляется в таком явлении как интерференция да интерференция очень такое впечатляющее явление у вас есть две волны но они могут сложиться так что образуется что пустота да и вот это интерференционная картина это же чередование как бы вы двумя лучами света светите а у вас образуются темные и светлые полосы и темные полосы это там где нет света да а тут вы представьте себе теперь что вы напускаете друг на друга два вот этих конкретных атомных пучка то есть два пучка из базы конденца они что они между собой складываются и тоже образуется интерференционная картина то есть есть места где атомы складывались другом дают вам ничего то есть это вот ну уже сложно представить потому что мы все время хотим сказать что атом это несомненно какая-то материя которую там и так далее ничего подобного значит вот есть свойства которые приводят ну а отличие атомного лазера в чем будет состоять длина волны меньше гораздо длина волны я там помните оценку приводил это нанометр то есть по идее более прецизионные измерения производить а второй факт что на самом деле если свет скоростью света очень быстро то вот эти атомные пучки холодные бозенштейновские конденсаты это обязательно очень медленные ну там грубо говоря встает вопрос как мы создав бозенштейновский конденсат как мы его можем как целое бросить или что то такое или вот эти атомные лазеры это что такое это на самом деле мы должны из этого бозенштейновского конденсата извлекать каким-то образом атомы и направлять излучения ну в обычном лазере это как делается создается активная среда правда универсная заселённость какого-то вещества универсно заселён а затем значит ну каким-то там управляющим вот этим фотоном а производится когенентное излучение да то есть усиление многократное вот этого значит исходного излучения в атомном лазере такого невозможно конечно то есть если у вас там было сколько-то атомов то большее количество создать невозможно в этом плане ну по крайней мере пока да но можно сделать следующее можно как бы вот на этот базы конденсат направить какой-то заправы затравочные атомный пучок он будет проходить сквозь этот конденсат и опять же с помощью лазера добиться того чтобы из базы конденсата некоторые атомы они входили в этот вот проходящий пучок атомный они в его состав включаются и уходили вместе с ним то есть все таки происходит какое-то усиление вот этого затравочного атомного пучка вот это вот получается такой атомный лазер скорость движения вот этого луча лазерного она составляет сантиметра сантиметра то есть это многократно там намного порядок увеличивает время экспозиции этого объекта вот значит предполагается что и точность измерения оптические измерения ничем хороши расстояние и так далее углы какие-то мере очень точно а тут получается за счет интерференции да а тут получается что у вас и время экспозиции увеличивается длина волны уменьшается то есть многократно возрастает точность измерения вот этих интерференционных вот ну и предполагается что скажем вот пока это не осуществлено но пытаются значит действительно вот эту привезну связанную проекцию ну искривление пространства общей теории относительно вот на земле реально померить все-таки сумма углов треугольников у нас примерно 170 градусов вот то есть вот какие-то измерения предполагаются очень точно вот ну и закончить то я хотел вот этим объектом с которого все началось то есть база инштейновская конденсация значит инштейн ее написал для фотонов вот но как бы вот я тоже с удивлением эти работы прочитал по базе инштейновской конденсации у фотонов по крайней мере я так всегда считал что химпотенциал сразу то есть то есть это же не сказать ну такие нереальные части это бозоны как бы не атомы их сколько надо грубо говоря столько и породится в зависимости от температуры потенциал потом равен ну но это химпотенциал тепловых потом а можно создать систему связанную с флуоресценцией вот и тогда значит мы фактически будем иметь дело представим себе камеру у которой стенки это какое-то флуоресцирующее вещество вот то есть это вещество ну вот это флуоресценция похоже на значит ну знаете какой-нибудь там фосфор светится да мы его светили потом вот флуоресценция и значит есть такая возможность возбудить вот атомы этого вещества или молекулы этого вещества каким-то внешним воздействием да вот а стенки камеры значит покрыть этим веществом и тогда внутри этой камеры у вас будут потомы которые порождены не тепловым излучением стенок этой камеры а вот этой флуоресценцией ну и устанавливается опять же некоторое равновесие согласно законам термодинамики которая грубо говоря приравнивает филпотенциалы молекул там флуоресценцией людям которые начинают профессиональную деятельность вот эти лекции по этой тематике это опять же просто переведенные нобелевские лекции вот ну можно оригинал почитать то есть неважно а значит там что интересно вот в этих лекциях очень хорошо передается ну такой как бы дух что ли вот это этих современных научных исследований то есть эти авторы они очень очень хорошо передают психологическую атмосферу как это делается там у них ведущий цель то есть видно что постоянно ведется какая-то гонка причем вот эти авторы что они другие они раз за разом повторяют например такую вещь что нет мы хотели этим позаниматься но потом поняли что можно позаниматься чем-то более интересным и более перспективным с точки зрения получения фундаментальных результатов вот мы вот допустим стали заниматься вот этими вот стали делать ловушку ну такой конфигурации да для них однако услышали что вот там в соседнем университете такую ловушку уже строят уже целый месяц как делают там другие люди и тогда мы просили этим заниматься потому что руки потому что их не догнать не обогнать надо как-то чем-то другим чтобы обогнать то есть вот у них это очень хорошо там написано все то есть передает в атмосферу что ли вот этой вот гонки постоянно ну ладно все на этом я передал все так мне что надо сделать да правильно отметить тех кто сегодня все количество далочек должно быть составлять с количеством и все 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 все